Начнем с хроники происшествий. Сегодня днем на улице Чертенкова возле 14-й гимназии сбили ребенка. 41-летний водитель Тойоты не справился с управлением и съехал с проезжей части на тротуар. Встречащий автомобиль вылетел в него на встречную полосу. Уходя от удара, вылетел, задел ребенка, врезался в дом. Водитель, который вылетел в него на встречную полосу, скрылся с места происшествия. 13-летнего мальчика доставили в больницу. По предварительной информации, серьезных травм он не получил. 6 сентября в Бичурском селе Илань произошло смертельное ДТП. УАЗ слетел с дороги и встал на крышу. Два пассажира погибли. Еще одно страшное ДТП произошло в Баргузинском районе. Накануне в Баргузинском районе 55-летний водитель, управляя автомашиной Киа Бонга, следуя по автодороге Улон-Де-Турунтаево-Курумкан на 279-м километре, предварительно выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Шахман. Водитель Киа Бонга скончался на месте. В одной из гостиниц в центре Улон-Де зарезали мужчину. Как выяснилось, приятели распивали алкоголь, поссорились и затеяли драку. Один из них ударил ножом противника, а мужчина скончался на месте. Накануне ученикам из 47-й школы на обед дали батончики с червями. Это видео облетело весь интернет. Такой комментарий дали в городском комбинате школьного питания. Составляя меню на новый учебный год, хотели порадовать детей вкусным и полезным. Этот батончик выпускается в Краснодаре. В составе злаки и сушеные ягоды или сухофрукты. Батончик упакован в герметичную фольгированную упаковку. Без ее вскрытия определить наличие плодожорки невозможно. Остатки партии батончиков с опасным содержимым вернули производителю. Родители Курумканской школы стали бить тревогу. Там дети остались без обедов. И, как выяснилось, на это есть причина. В преддверии нового учебного года, после застойного летнего периода, все школы сдают пробы воды на экспертизу. В нашем случае требуется более тщательная проверка, которая занимает больше времени, поскольку у нас новые насосные скважины. Она отметила, что горячее питание школьники начнут получать уже 11 сентября.